Добровольцы Они заблудились меж просек оленья, под сенью берез и весенних созвездий. Влюбленные завтрашнего поколения, как просто вам будет в Сокольники ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали. В комедии Ролана Быкова «Семья нянек» в качестве часового завода Москвы фигурирует выставочный павильон номер 4 парк Сокольники. В начале 60-х годов в парке Сокольники появились новые выставочные павильоны. Это были легкие одноэтажные здания с остальным каркасом. Два больших стеклянных павильона были построены по обе стороны Мечковского проезда для организации и проведения английской выставки. Интересным архитектурным решением стал переход, который и соединял эти павильоны. Именно этот переход неоднократно появляется в кадрах фильма «Семья нянек». В кинофильме 64-го года «Хоккеисты» можно увидеть летний каток в Сокольниках. Этот каток был открыт в апреле 56-го года, и он был первым в стране катком с искусственным домом. Над ареной возвышались трибуны на 6 тысяч человек, а спустя несколько дней после открытия на катке прошла первая официальная игра в рамках чемпионата СССР по хоккей. До открытия дворца спорта «Дужняка» летний каток был единственным местом в СССР, где можно было круглый год заниматься на ледовой арене. Погодный каток появился в Сокольниках в 73-м году, когда над старой ледовой ареной возвели крышу, а трибуны расширили до 90 тысяч человек. Резкими, абсолютно бесстрашными! Кудрич!